В Смоленске продолжается осуществление программы строительства десяти храмов. На очереди возведение церкви в честь преподобного Сергия Радонежского. Строителей благословил на труды правящий архиерей. Митрополит Смоленский Дорогобургский Исидор побывал на стройплощадке будущего храма в честь святого преподобного Сергия Радонежского в микрорайоне Соловьиная роща. Архипастор побеседовал с рабочими, которые будут возводить храм, и, благословляя их на начало доброго дела, пояснил, для чего строятся храмы. Для каждого из нас не должно быть вопросов, почему именно в нашей стране, в нашем Отечестве так много храмов. Ответ прост. Храм – это место примирения людей не только с Богом, а это главное, что нас должно беспокоить, чтобы человек был в мире с Богом, а значит и со своей совестью. Но храм также является и местом примирения людей друг с другом. Дата начала строительства символична. 6 июня в этом году – третий день празднования в честь Святой Троицы, дня рождения церкви, которое весь мир отмечает в минувшее воскресенье. Основателю Троицы Сергиевой Лавры, строителю первого Троицкого храма на Руси, преподобному Сергию Радонежскому и будет посвящен храм в новом микрорайоне Смоленска. Давно желали, что у нас будет такой храм. Ну, с каким-то не приступаем, с каким-то волнением. Все же это ответственное мероприятие для нас. Мы будем стараться построить, уложиться в сроки, чтобы все было хорошо, все были довольны. Его Высокопроисвященство поблагодарил попечителей и всех неравнодушных смолян, благодаря помощи которых будет создаваться храмовый комплекс. Кроме самого храма предполагается строительство духовно-просветительского центра, где разместятся воскресная школа для взрослых и детей, библиотека духовной и качественной художественной литературы. Чем больше в городе и на земле храмов, тем меньше больниц и тюрем, сказал архипастер. А еще он отметил, что при строительстве зеленая зона Соловьиной рощи не пострадает. Более того, вокруг храма будут высажены новые деревья и кустарники. В благословение на добрые дела глава митрополии вручил всем иконы преподобного Сергия Радонежского с краткой молитвой и окропил строителей крещенской водой.